Добрый день, уважаемые любители футбола! Сейчас мы с вами поговорим о матче Березники Фуршет и поможет в этом разобраться Стас, организатор команды Фуршет. Стас, привет! Скажи, пожалуйста, вы решили в этом сезоне давать сенсацию от тура к туру? Скажи, пожалуйста, ничья читалась, поражение где-то тоже может быть, потому что Березники сильная команда, но что большое поражение? С чем это связано? Ну, Березники собрались с ней, ну, недавно нам сыграть в бою, они на Санкт-Паре в авто. Ничего особо не получалось, то есть он повторил, что надо было с него соперника, потому что он создать начало не смогли. Скажи, пожалуйста, состав отличался сильно от матча с командой Йети? Ну, два или три человека, то есть, ну, лишь минус, но состав все равно сильный у нас был, то есть, что-то. Общественно, если все игроков, то не создание такого поражения. Угу. А как начали развиваться события матча? Вот стартовый свисток, 0-0? Ну, игра проходила с момента у них туда Фуршета, но голы в первый тайм, там, может, один закончил, а второй тайм уже на контратаках. Ну, все равно на контратаках получили там еще голы. Вот чем тебе понравились Березняки в этом матче? За счет чего они смогли вас обыграть? Ну, вереный играл в Бароничке, не давал ничего отдать, отдать. Вот тут, ну, бит, оттычки, пласяли, вполне успешно. Ну, если, походу, играть. Кто в этом матче у вас был в нападении? Ну, это обычно. Саша Борисов и Богдан Калинин. Угу. И в них, как бы, не получилось ни одного удара поворотами? Или получилось? Ну, не, ну, получилось, как бы, ну, там, ну, пара моментов было, но вон так, теперь еще хорошо сыграл, то есть, ну, ну, так, если в глобальном плане по ходу игры, там, ну, у Фернонда и соперников было много больших шансов сделать, чтобы были крутые, чем у нас вводить, там, что-то в ответ. Угу. То есть, игра была провалена полностью с нашей стороны. А пытался ли ты как-то, ну, тактически изменить ход событий матча, какими-то заменами, усилить? Ну, ну, как-то. Основной, ну, если раньше, по большому счету были на полночках такого, то есть, дальше уже, ну, ну, еще нужно было что-то менять. Скажи, пожалуйста, на воротах стоял Анатолий? Да. Вот, как он охарактеризовал вот всю игру, да, пять пропущенных мячей, то есть, как бы, считал он твою вину в этом? Ну, там, последний был, по-моему, там, немножко, он, ну, я, ну, если, ну, если, там, то есть, то есть, по-моему, что последний был, там, там, экипаж, у которого, опять-таки на игру, на развитие игры повлиял слабо. Угу. Понятно. Стат, скажи, пожалуйста, вот, вот самый опасный момент, вот, который создали вы это, был какой? Ну, он, наверное, ну, в втором тайме, в первой передаче, Богдан Головой был, и скотной Саша Борисовского, вот там, братан. Ну, он высокий, ему, то есть, не сложно, наверное, было делать, ну, да, вот и Саша, который очень хороший, он, ну, Горсари выписал, там, с верхнего угла, пять. Угу. Хорошо, Стат, спасибо большое, не расстраивайтесь. Ну, спасибо. Хороший пол с Березняками, пусть Бог благословит тебя, твою команду, всего хорошего. Угу. Спасибо. 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 Продолжение следует...